Здравствуйте, друзья! 17 мая, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Сегодня я хочу рассказать о том, как я провожу обработку клубники от вредителей и от болезней. Очень многие садоводы, конечно, используют различные химические средства, опрыскивают клубнику, поливают вот этими средствами, но я пользуюсь другими препаратами, сейчас вам все расскажу. Также хочу сказать, что чаще всего вредителей мы заносим с чем? С перегноем. Часто очень многие садоводы, и я в том числе, вносим перегной на грядки, где выращивается клубника, и вот это как раз рассадник вредителей. То есть мы не только вносим хорошее удобрение, но также вот и массу различных вредителей, и нематода, и долгоносик, и кивсяк, в общем-то целый ряд. Если использовать средства, которые быстрого действия, химические препараты для опрыскивания, то, конечно, нужно проводить не одну обработку от долгоносика, от нематоды. То есть вот сейчас, в ранний период, когда у нас клубника еще только наращивает вегетативную массу, ну и затем с периодичностью. То есть собрали урожай, вновь нужно обязательно провести обработку. Но я, так как не имею такого количества времени, чтобы проводить частые, регулярные обработки, то я делаю немножко по-другому. Вот у меня здесь, видите, часть грядочки, здесь у меня рассыпаны препараты, а здесь я уже зарыхлила. Неудобно одной рукой снимать, другой показывать, поэтому сначала один кусочек грядки обработала, а второй пока еще не обработала. Но сейчас вам все покажу. Какие препараты использую я? Это, во-первых, горчичный жмых. И тот, и другой препарат, который я сегодня вам рекомендую, они безвредные, улучшают структуру почвы, но при этом работают очень хорошо. И у меня нет, по крайней мере, ни кефсикани, ни матоды, ни долгоносика. На что хочу еще обратить внимание. Сейчас я зачитаю препараты эти, от каких вредителей защитят нашу рассаду и от болезней. И в том числе хочу отметить, что количество вот этого препарата нужно вносить строго по инструкции. И, как вы видите, у меня немалое количество вот так вот рассыпано и горчичного жмыха. Желтый – это горчичный жмых, а такие светлые гранулки – это диатомит. Дело в том, что вот часто слышу от покупателей также, что применяли горчичный жмых, но не помог от долгоносика. Когда начинаешь спрашивать, в каком количестве вносили этот препарат, столовую ложку на квадратный метр. Но, друзья мои, надо внимательно читать инструкцию. Конечно, если вы внесли не то количество, которое рекомендует нам производитель, вряд ли эти препараты вам помогут. Вообще можно использовать либо тот препарат, либо другой. Но я всегда их использую в паре, совместно. И никаких проблем у меня с Викторией нет. Вот смотрите. Читаем. Горчичный жмых. Природный материал, обладающий фитосанитарными функциями. Эффективно подавляет патогенную флору, особенно гнилостные бактерии. И защищает культуры от корневых гнилей. Очень хорошо вносить этот горчичный жмых при посадке огурцов. Почти все садоводы знают, что огурцы в период роста очень часто, что у них происходит? Корневая гниль. То есть вот такие обмякшие, как бы повявшие листья, очень часто наблюдаются у многих садоводов. Поэтому при внесении вот этого горчичного жмыха одной столовой ложки в лунку при посадке защищает как раз вот от этих гнилей. Подавляет рост спора распространенных грибковых заболеваний, таких как фитофтора и фузариоз. Устраняет и отпугивает вредителей, проволочника, колорадского жука, личинок, луковой и морковной мухи, совок и нематод. И дальше инструкция по применению. Но нужно обязательно внимательно читать эту инструкцию. Под томаты, картофель, огурцы, кабачки одна столовая ложка в лунку. Под лук, чеснок, горсть, ну большая такая горсть на квадратный метр от луковой мухи, от морковной мухи хорошо помогает. А вот при обработке клубники одна-две столовые ложки в каждую лунку при посадке кустиков. Ну а так как у меня уже рассажена эта клубника не первый год здесь, то я вношу где-то ориентировочно одну столовую ложку полную на одно растение поверхностно. И затем зарыхляю. Зарыхлить надо хорошо на глубину где-то 4-5 сантиметров. Вот видите, что у меня хорошо заглублено вот это, зарыхленно все, вот этот препарат. Вот. Теперь диатомит садовый. Он кроме того, что борется с вредителями, он еще и облагораживает почву. Тоже препарат очень хороший, я давно им пользуюсь. Для борьбы со всеми видами насекомых в любой период роста растений, а также почвоулучшитель. Содержит органический кремний в доступной для растений формы. То есть он еще и как подкормка идет. Вытягивает влагу из хитина насекомых. И вот прекрасно борется и с муравьями, и тоже вот с долгоносиками. И очень хорошо борется с двухвостками. Очень часто приходят садоводы у нас и жалуются на вот этих двухвосток. Да, еще вот эти жуки-пожарники красные точно так же. Единственное, что, конечно, рядом не должно быть воды. Вот если вы вносите диатомит, то рядом не должно быть какого-то, ну может, если у вас какой-то корыца стоит с водой. Вот этого не должно быть, потому что вредитель погибает как раз от засухи, можно сказать. То есть влага из организма вытягивается. И вот тут я вижу, вот муравей побежал, а я только что внесла диатомит. И вот я знаю, что уже через несколько дней этих муравьев здесь не будет. И также мы читаем, что еще дает нам этот диатомит. Внесение этого диатомита улучшает питательный, тепловой, воздушный режим. И нормализует кислотность почвы. Способствует развитию почвенной микрофлоры. Ускоряет переход недоступных растениям почвенных фосфоров в доступные формы. А также препятствует трансформации фосфорных удобрений в недоступные. И также мы читаем, как же мы его вносим. 150-200 грамм на квадратный метр. И зарыхлить на глубину 5-10 сантиметров. Но я заглубляю где-то на 5 сантиметров. Препараты очень хорошие. 100% рекомендую. Единственное, если вы будете придерживать четкой инструкции, то вы получите желаемый результат. Если вносить по чуть-чуть, конечно, результата вы не увидите. Но чем мне нравится вносить эти препараты, что они однократного внесения. То есть весной я внесла эти препараты, и до следующей весны я ничего не вношу. И я не переживаю за то, что у меня появятся какие-то вредители. Друзья, наших городских садоводов, кто живет в городе Каменск-Уральске, конечно, я приглашаю к нам в магазин «Дача», который находится по проспекту Победы, 48. Все препараты, нужные для сада-огорода, у нас, как всегда, есть в продаже. Я на этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.